Российский офицер Фархад Зиганшин оставил службу, когда в сентябре 2022 диктатор Путин объявил о мобилизации. Теперь он прячется в Казахстане. Фархад в розыске, а на родине ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он ждет решения о предоставлении ему убежища. Я понял, что я не хочу служить именно в такой российской армии, которая разрушает города, убивает мирное население, насильно присваивать себе чужие земли, территории. Еще один российский офицер скрывает свое лицо от камер, боится расправы российских властей. Признается, с войной против Украины был не согласен, а когда уезжал, выбросил военную форму в мусорный контейнер. Начальник штаба показал на уголовный кодекс, вот так книжку показал, и сказал, что либо ты садишься в тюрьму, либо ты едешь туда. У тебя два варианта. Я сказал, что не тот, не тот вариант мне не подходит. Развернулся и уходил. Даже не спросил, можно ли мне выйти. А вот дезертир Евгений на войне с Украиной побывал и даже получил награды. Однако решил в войне не погибать и попросил товарища прострелить ему ногу. Так и выбрался из окопов. Личность Евгений тоже скрывает. Боится мести от Минобороны России. Оттуда можно уехать либо раненым, либо убитым. Убитым никто не хочет туда уезжать. Поэтому домой хотят все и свалить нахрен подальше оттуда. Поэтому, ну что, парни, план Б. Солдаты натурально бегут. Бегут в больших количествах. В СМИ посчитали, за последние два месяца в российских судах рекордное количество дел о дезертирстве. За март 1924 года российские военные суды вынесли 684 приговора по делам о самовольном оставлении части. Медиазона выяснила это, изучив карточки уголовных дел. Таким образом, военные судьи выносили примерно по 34 приговора по этой статье каждый рабочий день. До рекорда в марте 1924 года самым загруженным для судей был февраль. Тогда впервые в истории к ним поступило более 700 дел о самоволке. Решения были вынесены только по 583 из них. Темп не снижается и сейчас. За неполные две недели апреля вынесено почти 300 приговоров. С начала этого года в военные суды России поступило около 2300 дел о побеге со службы. Но Кремлю мудряются отправить обратно и тех, кто попал в судебную систему, говорят правозащитники. В связи с тем, что идет мобилизация, наказание по статье дезертирства было увеличено поправками Государственной Думы в 1922 году. Соответственно, грозит вообще по этой статье до 15 лет, но суды действительно выносят условные приговоры с условным наказанием для того, чтобы была возможность отправлять пушечное мясо на войну. Там они попадают в подразделения, которые, скажем так, с одной стороны находятся на линии фронта, с другой стороны заградотряды. Там уже деться никуда нельзя. Ну и таким образом суды пополняют этот кадровый резерв тающей российской армии. Как подсчитали в медиазоне, только с момента мобилизации в российских судах рассматривается более 7 тысяч дел против солдат, самовольно оставивших часть. На самом деле, уверены российские журналисты, дезертировавших военных гораздо больше. О многих ничего не известно, так как на них не заведены судебные дела. Германия тем временем разрешила искать защиты в своей стране, бегущем от военной службы россиянам. А французский суд позволил претендовать на статус беженца тем, кто отказывается воевать против Украины.